Друзья, несмотря на то, что единороссы продолжают игнорировать мой законопроект, я надеюсь, что благодаря этому видео, благодаря тому, что оно разойдется, благодаря в том числе вашим репостам, у нас получится привлечь внимание к проблеме. И единороссы сами внесут законопроект просто под влиянием общества, направлено на то, чтобы увеличить выплаты родственникам погибших военнослужащих. Слово для доклада предоставляется редактору проекта, депутату Орлову Степану Владимировичу. Пожалуйста. Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, депутат Московской городской думы, уважаемые приглашенные, вашему вниманию предлагается проект постановления Московской городской думы о плане работы Московской городской думы на первый квартал 2023 года. Степан Владимирович, такой вопрос. Под пунктом 35 вы обозначили мой законопроект о внесении изменений в статью 3 Федерального закона о денежном довольствии военнослужащих, и предоставлении им отдельных выплат. Но дело в том, что этот законопроект уже был в предыдущих планах работ, на предыдущие периоды работы думы. И эти планы оказались не исполнены. То есть законопроект так и не рассмотрен думой. Можете объяснить, почему предыдущий план, который вы также представляли, был не исполнен? Ваш проект постановления находится в плане, когда он будет рассмотрен, эти вопросы регулируются другими статьями регламента Московской городской думы, а также законом города Москва, законах города Москвы и постановлениях Московской городской думы. Депутат, ступим. В плане работы на ближайшие 3 месяца стоит в том числе мой законопроект о внесении изменений в Федеральный закон о денежном довольствии военнослужащих, и предоставлении им отдельных выплат. Казалось бы, ну что, будь доволен, поставили твой законопроект и все. Но ведь он стоял уже не первый раз. И он игнорируется, к сожалению, руководством Мосгордумы и правящей фракции «Единая Россия» здесь, в которой большинство. Этот законопроект был внесен еще 30 сентября 2021 года, уже с подписями начальника государственного права управления и заместителя мэра. 2021 год. Он предусматривает увеличение двукратное выплат родственникам умерших военнослужащих, военнослужащих, которые получили увечья в связи с исполнениями ими своих обязанностей по военной службе. Сейчас эта выплата, согласно закону, составляет 14 тысяч рублей. 14. Это меньше прожиточного минимума. Предложено ее увеличить, ну хотя бы в два раза. Это только что же мало. Стебенкова Людмила Васильевна. Уважаемые коллеги, мое выступление из серии «Не могу молчать», когда говорят неправду. Я не понимаю, почему люди, выступающие с этой трибуны, которые выступают категорически против СВО, вдруг выходят и говорят о каких-то мифических вещах, вообще не существующих. Сначала, я считаю, людям, которые выходят на трибуну, надо ознакомиться с теми пособиями, которые получают и семьи военнослужащих мобилизованных, и военнослужащие, и их родственники в случае потери кормильца, а потом идти и выступать на эту трибуну. Друзья, ко мне обратилась моя избирательница из Косиновых Томского района, Нехочина Елена Николаевна, в связи с тем, что у нее в армии погиб сын, и сейчас те компенсации, которые ей выплачиваются в соответствии с федеральным законом о денежном довольствии военнослужащих и отдельных выплатах к ним, составляют всего лишь 14 тысяч рублей. Ну, с учетом индексации, там порядка 21 тысяч, и даже вот эту 21 тысячу ее делят, в том числе, на погибшего сына. То есть, получается, вообще, компенсация за потерю кормильца, она, ну, какая-то меньше мрота, меньше всего вот чего-то возможного. Понятно, что дело не в деньгах, сына не вернешь, но все-таки какое-то уважение от государства, хотя бы в этих выплатах, ну, должно быть. И мы вот сейчас встретились с Еленой Николаевной и с Людмилой Михайловной Бирюковой, в которых произошли вот эти трагедии в жизни. И начинаем с ЧП в Нижегородской области. Там при разгрузке выслуживших сроки боеприпасов на полигоне Мулина произошел взрыв. По последним данным, 6 человек погибли, и еще один ранен. Военная прокуратура выясняет причины происшествия на военном полигоне Мулина в Нижегородской области, где во время работ по утилизации боеприпасов произошел взрыв. Все работы по утилизации боеприпасов на военном полигоне Мулина приостановлены до выяснения причин взрыва, унесшего в жизни 6 человек. Ребята, это они в апреле месяце 12-го года, 2-го мая, они погибли. Ницветов Валера, Нехочин Александр, Петилин Дмитрий, Бирюков Александр. Александр как раз ваш сын. Да, мой сын. И Кузнецов Евгений. Евгений, да. И еще Маслов. Андрей был. Маслов Андрей, да, его здесь нет, он, вероятно, фотографирует. Они погибли 2-го мая на полигоне Мулина при утилизации боеприпасов электронных. Взрыв прогремел накануне при разгрузке боеприпасов. Все погибшие, как сообщалось, солдаты-срочники 9-й отдельной мотострелковой бригады, призванные на службу в прошлом году. Они уже готовились к демобилизации. На место происшествия вылетела комиссия Минобороны во главе с командующими войсками Западного военного округа генерал-полковником Аркадием Бахиным. Очень тяжело, конечно, все это вспоминать. Самое ужасное, что взрывчатка составляла 500 килограмм тротила. Это вообще сумасшедший взрыв получается. Там воронка где-то диаметром 20 метров. Полигон Мулина крупнейший в Европе. Вокруг него расположено более 40 воинских частей. Вот моему сыну 19 лет был. Вот 19 лет, метр 95 лежит в могиле. Здоровый парень. Это что, как? Вообще, как это? Получить добру с детьми. Вот, знаете, вот хочется просто Сердюкову вот это, вот то, что мы видели в этой армии, вот эту рожу плюнуть вот этому Сердюкову, который был министром обороны. Должна сказать, что сегодняшнее ЧП крупнейшее за последние 10 лет на Мулинском полигоне. Лена Николаевна, расскажите, пожалуйста, Лена Николаевна, что произошло с вашими сыновьями? И так, вкратце. Ну, наши дети служили 11-12 годы в армии, срочники. Занимались уничтожением боеприпасов. Вот. И 2 мая они погибли. В Мулино. В Мулино, да, Нижегородской области. Снайпер, муж, он в 88, 87, 89 год служил в Афганистане, тоже срочник, вот, пришел живой. А сын пошел в мирное время, да, сапером, он погиб. Мы похоронили, получили груз 200. Вот как вот, муж перенес, естественно, инфаркт через полгода после похорон. Ужасно. Естественно, сколько мы натерпелись, были суды. И нам по достижении 50 лет, вот мне, начали выплачивать пенсию социальную и все вот эти выплаты. И вот, на которую я обратила внимание, это и так такие мизерные деньги, но вот эта ежемесячная денежная компенсация, она, конечно, меня вообще поразила. Сколько сейчас вы реально на руки получаете? На руки я получаю вот эту компенсацию 6993 рубля. То есть я одна. В месяц? В месяц, да. Получается, что инвалид первой группы получает 21 тысячу. Инвалид, живой, который там получил военную травму. Вот. Но эта сумма делится на родителей, включая самого погибшего. То есть у меня получает муж 6993, я 6993, вот эти копейки. И еще сын получает погибший 6993. Куда он получает? В гроб ему приносят эти деньги, либо счета у них, на небесах у них есть, у этих ребят. Мы до сих пор понять не имеем. То есть и так платят мизерные суммы. И еще с этих сумм государство забирает деньги. Вы мне ответили на мой вопрос. По какой причине данный законопроект не был рассмотрен в будущем в Университете. А именно в вопросе по времени 22 года, когда он также находился в плане работы, который вы представляете. Евгений Ильич, напомню, что включение в план не обязывает Думу рассмотреть этот вопрос. Мы планируем, что такой вопрос может быть рассмотрен. Я в данном случае не принимаю решение, стоя за этой трибуной, и мы сегодня не будем принимать решение, на каком именно заседании будет рассмотрен тот или иной вопрос из нашего плана. То есть а зачем это решать? Наверное, есть другие какие-то более у них планы. Это актуально было еще в 21 году. Понятно, что за 22 год, когда тысячи военнослужащих еще погибли, к сожалению, тысячи военнослужащих российской армии, этот вопрос стал еще более актуальным. Но он игнорируется почему-то. Он не ставится в рассмотрение. Повестка формируется без него. О чем вообще вы говорите? Я не понимаю. Пожалуйста, Медведев. Андрей Андреевич. К сожалению, уважаемый коллега, видимо, действительно не в курсе ситуации. Ну, во-первых, потому что денежные удовольствия военнослужащих в текущий момент мало того, что оно кратно превышает, мало того, что повышенные есть региональные выплаты военнослужащим, в частности, мобилизованным. Я могу сказать, что в Москве вообще беспрецедентная история, связанная по поддержке семей мобилизованных. Ну, что еще сказать? Я тоже сам получаю такую же пенсию, маленькую. Сколько у вас? 6,993, да. Около 7 тысяч, да. И мы, конечно, возмущены. Самое ужасное, что эта пенсия, которая составляет 21 тысячу, она делится на отца, на мать и на погибшего. Каким образом вы так планируете работу, что не успеваете рассмотреть законопроекты не только мои, но и других депутатов, как правило, оппозиционных? Почему-то законопроекты от «Единой России» они рассматриваются вовремя. Законопроекты от других фракций, все время волокитятся. Можете объяснить, почему? Ну, еще раз говорю, что мы, обсуждая планы работы, мы не формируем повестку дня конкретного заседания. Ни сегодняшнего, ни последующего. Вы в руководстве Мосгордуми находитесь, да? И вот эти законопроекты, предоставление их комиссиями также зависят в основном от руководителей комиссий, которые входят в вашу фракцию. И при этом вы говорите, что вы не влияете на повестку. То есть все рычаги управления, думаю, в ваших руках, в руках вашей фракции. Вы руководитель этой фракции. Евгений Ильич, я не влияю на повестку. Повестка формируется председательствующим, который ходит в партию «Единая Россия». И нам здесь руководитель фракции «Единая Россия» говорит, а я на это не влияю. Ну, это вообще, конечно, это беспредел. А как так не влияю? Ну, я даже не знаю, что еще сказать. Вы знаете, очень много, вот когда мы обращаемся куда-то, да, вот… Нам все сочувствуют, и никто не знает, почему такой закон. И говорят, да вы что, не может быть. Мы или хотим просто объяснение, объяснение, куда идут эти деньги погибшему. Ну вот мы стоим, да. Отцу и матери, и погибшему. На расчетный счет ему куда-то идет, или что. Или на кладбище. Пускай объяснят хотя бы. Никто объяснить не может, кто этот закон утверждал, кто его при Сердюкове при этом, или там, я не знаю, при Медведеве, пускай он нас услышит при этом, Медведеву этому и всем остальным, и прокуратуре военной. Я правильно понял, что вот сейчас в законе у нас 14 тысяч инвалидов первой группы, да, потом умершему, компенсация, но в силу там индексации, она повышена до 21 тысячи, да, получается? Да, там 20 тысяч, да. Вот эта 21 тысяча, она делится на вас, на вашего супруга и на погибшего сына. Да, да, так точно. Здесь такие вещи, говорят, совершенно несуществующие. Это просто полное безобразие. Я могу сказать о следующем. Какие 14, какие 28? Четко президент освучил пособие, это миллионы рублей. И вот эти деньги погибшему сыну, они вообще неизвестно куда уходят. Это закон, ты просто на память помнишь? Какой? Это федеральный закон, да. О денежном довольстве военнослужащих. 306 о денежном довольстве военнослужащих, да. Мизерные, просто мизерные. Конечно. То есть вот эти вот суммы, которые государство выплачивает по потере кормильца. То есть родители остались сами, вот, ну, сами с собой, мы стареем. То есть сейчас пока работаем. Вот Людмила Юлина не работает, да, на пенсию. Что это пенсия? Что это? Это копейки. Как можно вот мать одну вот так оставить на эти копейки? То есть я считаю, нужно просто повышать и, ну, что-то делать с этим. Это мне вообще в голове вкладывается. Как можно? А сейчас сколько таких матерей будет? Представляете, вот эти 6 человек, у них ни становения, ни детей, они ни женатыми не были. Вот понимаете? Вот с одной стороны мы боремся за деторождаемость, да? И вот так вот. Конечно, большое спасибо вам, что вы откликнулись, и вы работаете над этим. Мы с вами сколько? Три года, по-моему, уже? Ну да. Три года с этим. А я вас только вот в YouTube увидела. Я говорю, у вас лицо знакомое, Елене, я сейчас вчера говорю. И вы знаете, сколько вам пишут людей, вот отзывы? Говорят, чтобы все такие были. Спасибо. Ну, мы законно, официально внесли, то есть уже сколько работали над ним, да, совещались в сентябре 21-го года, то есть еще там до спецоперации, и, соответственно, он не выносился даже на комиссию. Это ужасно. Депутат Щитов ответственный за комиссию по безопасности. Даже на комиссии не хотят рассматривать. Вот руководитель комиссии по безопасности Щитов направил мне ответ, что не считает нужным рассматривать, потому что органы исполнительной власти не одобрили данный законопроект. Вы понимаете, о чем он говорит? Депутат Щитов. Уважаемые коллеги, ну, коль скоро тут меня упомянули, наверное, надо пояснить, чтобы было понятно. Депутат, выступавший с этой трибуны с громкими заявлениями в эмоциональном таком формате, он ко мне обратился письменно в декабре. Я ему подробно разъяснил, почему данный законопроект не был рассмотрен на профильной комиссии. И он говорит, поскольку отрицательный отзыв от Минобороны, я даже рассматривать не буду. Все очень просто. Из Министерства обороны и из Министерства труда пришли отрицательные заключения. Имитировать деятельность и рассматривать на комиссии проект федеральной инициативы, по которому есть отрицательное заключение двух курирующих, профильных, федеральных ведомств, ну, я этим заниматься точно не буду. То есть органы исполнительной власти против, и все теперь рассматривать не будем? Без этих двух ведомств я считаю рассмотрение бесперспективным и нецелесообразным. Это моя позиция. Я хочу, чтобы все ее услышали и зафиксировали для себя. Мы что, подчиняемся, что ли, органам исполнительной власти? Кто здесь законодательный орган? Правительство или все-таки Дума, парламент? Или вас отправят на первый курс института? Помимо того, что он пренебрежение свое ко мне, да даже не пренебрежение, он нарушает право депутата на законодательную инициативу, да? Он таким образом пренебрежение, ну, вот, в том числе, я считаю, и к родителям, потерявшим своих сыновей, высказывает, да? Потому что он даже отказывается это обсуждать. Я свое мнение подтверждаю публично при всех. Я не буду рассматривать никакие инициативы на составе своей комиссии, если я не уверен, как представитель комиссии, в их перспективе. Он, к сожалению, переработал, на первом же вопросе вышел из зала, не хочет здесь присутствовать. А вообще стыдно на самом деле, когда депутат с доходом в 652 тысячи рублей в месяц препятствует повышению выплатам родственникам погибших военнослужащих с 14 до 28 тысяч рублей, понимаете? Он в день больше зарабатывает, чем им в месяц сейчас выплачивается. В день ему больше государство платит. И при этом препятствует. Вы вообще... Может быть, об этом кто-то не знает здесь присутствующих? Я не понимаю. Сегодня государство сделало максимально для того, чтобы наши ребята, которые защищают наши рубежи от фашистов, которые сегодня просто фактически восстали на нашу страну. Скажите, пожалуйста, вот сейчас много разговоров о том, что там мобилизованные выплаты увеличиваются там при службе, в том числе там за погибшего сколько-то миллионов. Вот это все как-то на вас отразилось, вот эти повышения, которые вот... Нет, но нам выплатили, конечно, когда вот погибли от города и от армии, да? Ну да, страховка, да. Единовременная выплата была, вот, да, когда... Нет, я имею в виду вот на этой, на постоянной выплате сейчас... Нет, 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 нет. Мы как получали... Ну и то, что вот они там оформляли что-то, там вот на кладбище ездили, вот поминки, это все как бы они сами там все... Ну это в 12-м году все было. Да, 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 да. Типа где вы скажете, где там... Ну это, естественно, там у меня, где там мама похоронена, Покровская Лена, вот у нее здесь вот на кладбище Саша ее похоронен. То есть пустословные сотрясания воздуха о каком-то повышении, довольстве, которое уже в моменте не актуально, это не работает. И данную инициативу, конечно, считаю, без перспективы. Во-первых, потому что она действительно была внесена еще в сентябре 21-го года. И с тех пор очень много поменялось. И в том числе в плане довольствия военнослужащих. А вот этот вот, знаете, принимать или пытаться принимать законопроект, который, в общем, в моменте и не актуален, и, безусловно, он и дальше будет не актуален. За последний год в плане социального обеспечения для вас ничего не принялось? Нет, нет, нет. Вот как получали социальную пенсию, социальную, ЕДК, вот эту компенсацию, и ЕДВ, это вот, ну, как в 50 лет, ну, там тоже сумма 1900-1800, ну, это как все пенсионеры получают. Еще ужасно, конечно, когда они погибли, мы же, понимаете, с этим столкнулись, но вот первый раз, когда вот Лена обратилась, мы хотели хотя бы какого-то, ну, юриста, адвоката нам, может быть, вот этот фонд матери, или как он называется? Фонд права матери. Права матери. Вы знаете, что ей там ответило? Вот это, я уж не помню. Ну, мы не помним, да, сейчас фамилию. Да. Ну, что вам, типа, надо? Ну, мы хотели, может быть, нам как-то, кто-то проконсультирует нас, еще что-то, юрист хотя бы, может быть, нам дадут какого-то. Что вы хотите? Вы деньги свои получили? Типа сидите и радуйтесь. Да, сидите и радуйтесь. Да вы хоть к Деду Морозу обращайтесь. Хоть кому? Хоть к Деду Морозу. Елена Николаевна, она говорит, у меня челюсть отвисла. Это что вообще за разговоры? Вот этих людей точно надо менять и ставить туда вот таких мам, которые потеряли своих сыновей. Именно. Потому что они именно будут работать. Понимаете? Будут защищать, вот, ну, как бы, военнослужащих, вот, которые, да, вот, и будут защищать родителей погибших. Поэтому вот такие люди, которые сейчас там работают, у которых ни совести нету, ничего нету. Да, они уже, извините, за вражение собираются там уже, наверное. Замминистра написала, что нельзя повысить нам деньги эти, потому что после смерти инвалида родители будут получать больше. Да. Это неприемлемо. Как? Вы вообще о чем люди говорите? Вы сидите в верхах. Слава богу, вас вот не коснулось вот это. Я не знаю, как еще сказать этим людям и что сказать. Мы же где только не были. По правам человека, в Госдуме, в администрации президента. Да, Лен? Да, везде были, да. Мы где только не... Это вот, кстати, это мы и в Москве живем. И вот ходим, ходим, пишем, пишем. Сколько лет уже это? А вот такие нам отписки. Вот, получается, 10 лет они уже как погибли, и мы вот буквально, вот, наверное, года два назад перестали ходить, да, Лен? Буцкой написала в прошлом. Буцкой, депутат, вот сейчас нового созыва, да? Да, Госдума. Да, Госдума. Написала мне ответ, что спасибо за обращение. Все, с прошлого года. Ни ответа, ни привета нету. То есть они перенаправили куда-то мое обращение, и все. У меня вот действительно возмущение этим, когда какой-то маломальски полезный для наших жителей, для наших граждан законопроект, вы его либо игнорируете, либо саботируете, либо голосуете против, а теперь вообще перестали ставить в повестку. За то, когда нужно увеличить срок, поборы новые, штрафы новые, ограничения, запреты. Здесь Единая Россия в первоочередном порядке. В общем, здесь надо закон менять. Мы хотим, чтобы этот закон изменили люди, которые этим занимаются. Не просто они присылали нам отписки, которые мы уже получили, от Железняка, от Швецовой, да? Шевцовой, да? Шевцовой, извините. Мы, значит, мы просим, даже требуем, поменять этот закон в пользу, естественно, родителей, потому что мы перенесли горе. Мне до сих пор не верится, потому что я его просто не видела, своего сына. Не надо настаивать на законопроектах, которые заведомо провоцируют против нашей страны. Я фактически это так воспринимаю. А вот это все, знаете, значит, там, что есть хороший законопроект, но он не принимается, потому что коварный, там, счетов его не принимает. Ну, камон, ну мы же взрослые люди, коллеги, а? И сегодня, когда объявлено о поставке этих самых танков, жутких совершенно, да, люди, которые выступают, имеют наглость выходить на эту трибуну и говорить такие вещи. Это позор. Спасибо. Отдумайтесь. Совесть-то нужно какую-то иметь. Ирина Клановна, смотрите, мой законопроект вряд ли будет принят текущим составом Музгордумы и Госдумы, да, мы это прекрасно понимаем. Но я надеюсь, благодаря тому, что мы вот эту проблему осветим через, ну, прежде всего, интернет-источники, да, то есть шанс, что все-таки органы власти услышат про вашу проблему, да, и учитывая то, что у нас становится все более массово, к сожалению, сегодня, да, что они сами инициативно, ну, то есть какой-то свой законопроект несут и, соответственно, вот эту справедливость хоть как-то решат. Ну, мы надеемся на это. Очень надеемся. Потому что туда, во власть, да, вот, туда, наверх, мы никак пройти не можем, просто никак. Дай бог, вот что, вот с этим репортажем, как бы мы все-таки что-то сдвинем, это с места. Ну, как говорится, вода камень точит, может быть, конечно, потому что у нас, конечно, мы прям вот, вот нам всем говорили, не бросайте, не бросайте, но мы уже где только не были. Вы даже себе представить не можете, какие вот у меня бумаги, а у Елены Николаевны у нее архив. Вот просто такие стопы, что даже я вам передать не могу. Да, надеемся, что, конечно, все-таки что-то сдвинется с места. Все, большое-большое вам спасибо. Всего доброго. Мне не важно, кто будет автором этого законопроекта, мне не важно, кто там редактором будет. Главное, чтобы проблема была решена.